Дети и педагоги села Новый в Тампонском районе больше 15 лет ждут новое здание детского сада. Нынешнее, 1953 года постройки, сильно пострадало после наводнения 2001 года. И с тех пор в учреждении не проводили капитальный ремонт. Но в 2012 году здание сада признали аварийным. Тему продолжит Нина Ханарова. Возведенное в 1953 году здание детского сада вначале было начальной школой, а в 1965 году начали принимать дошкольников. Во время наводнения 2001-го оно наполовину было затоплено водой. После аварийно-восстановительных работ серьезного капитального ремонта больше не было. Зимой у нас очень холодно, до минусовой температуры доходит. И вот ждем, наконец-то в 2017 году, сказали, будет строить новый детский сад. Расчислили на площадку нынче. Ну и надеемся, оклад нынче поставят в 2017 году. Детский сад посещают 30 детей. Рождаемость в селе неплохая, а это значит, что перспективы у него есть. В детском саду функционируют две группы малышей и 17 сотрудников. Четыре воспитателя, музыкальный работник, технический персонал. В двух группах по 15 человек. Группы смешанные. Дети посещают садик с полутора до семи лет. В этом году планируем начать строительство детсада на 35 мест по проекту ООО «Аскадом». Аналогичные детские садики мы построили. То есть построили в Меген-Алдане и строится такой же в селе Каськиль. В 2012 году учреждение было признано аварийным. После наводнения стены и полы здания очень холодные. В лютой холода, на полу минусовая температура. И несмотря на обнадеживающую новость о строительстве, еще несколько лет детям нужно будет продержаться в ветхом здании. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокар, НВК Саха, Тампонский район.